Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как забыть или разлюбить человека? Люблю я его очень сильно, уже 4 года и 4,5 месяца мы расстались, 9 месяцев назад, но 2 месяца назад он показывал, что любит меня и предлагал быть вместе. Я тогда отказался, как-то у нас не был разговор, мы спрашивали друг у друга, был ли кто-то у меня у него после расставания, мы друг другу сказали, не было, спросили, любили ли мы кого-то после расставания, мы ответили нет, через некоторое время он начал мне говорить, что он любит другую, мы расстались 14 июня, а 25 июня он с ней познакомился. Я всегда ищу оправдания и думаю, может он врет, но, наверное, не врет. Как мне его забыть, как перестать думать о нём, как перестать искать им оправдания, как перестать заходить к нему на странице, в гости смотреть, когда был в сети, что у него нового. Я его очень сильно люблю, он снится мне часто. Такой вот вопрос у нас. Ну, смотрите, вам, в принципе, мой коллега Кудрычёв Игорь Леонидович довольно-таки подробно и лаконичным, что главное. Описал всю ситуацию, в принципе, вот, там, сказав, что забыть невозможно. Вот, поэтому пытаться забыть не имеет никакого смысла. Для вас забывать, ну, не забудете, не забудете вы человека, вот, потому что это ваши воспоминания и, собственно говоря, потому что, ну, вот, то, что является вашими воспоминаниями, да, в этом смысле, вы, ну, забыть не сможете, да и, на мой взгляд, совершенно это не нужно, не нужно побывать. Вот, да, вам, вам тяжело и больно, это, это понятно, что вам, что вам тяжело и больно, это, как бы, ну, это, естественно, что вам тяжело и больно, вот, но пытаться забыть, на мой взгляд, идея не из лучших. Другой вопрос заключается в том, вот, вы говорите, что любите его, вот, и, соответственно, очень, хотелось бы понять, да, очень хотелось бы увидеть, что вы, в общем и целом, имеете в виду, говоря, что любите его, то есть, вот, ну, то есть, ну, то есть, ну, то есть, что это за чувство, что вы вкладываете в это чувство, хотелось бы понять, почему это важно, потому что необходимо убедиться, как мне кажется, необходимо убедиться в том, что вы не путаете любовь с чем-то другим, ну, например, например, что вы не путаете любовь, допустим, с зависимостью, вот, то есть, ну, прямо, вот, нужно убедиться в этом, убедиться в том, что вы не путаете, не путаете. Что такое любовь в этом смысле? Любовь – это, безусловно, принятие человека с одной стороны, вот, и заинтересованность в его личностном росте. и развитие в другой стране, вот, то есть, это вот как раз любовь. Вот, попробуйте соотнести то, что я сказал, да, а с тем, что чувствуете вы. То есть, попробуйте, попробуйте увидеть, попробуйте увидеть то, что вы описываете, и то, что вы называете. Подходит ли, под, вот, такое определение, да? Подходит ли под, вот, такое определение, да? А мы, например, сейчас у нас. К сожалению, не совсем любовь. А, ну, в таком случае. И немножечко, немножечко выпутается, одно с другим, к сожалению. Это само по себе не так страшно, что выпутается, конечно. Но страдания, которые вы ощущаете, именно из-за этого. С любовью часто путают потребность какую-то в человеке. А в зависимости от него, к сожалению, происходит и такое. Поэтому тут нужно увидеть, да, в контексте своей любви, или того, что вы называете любовью. Вот. Чего вам хочется? То есть, в чем вы нуждаетесь? Вот. Если вы сможете ответить себе на этот вопрос, то уже, в принципе, можно будет понять, какую трудность вы пытаетесь решить через любовь. Дальше. Значит, вы расстались вы 9 месяцев назад. А из-за чего вы расстались? Вы описываете свои чувства к человеку, как довольно сильные. Вот. Из-за чего вы расстались? Что послужило? Вот. Причиной расставания. Это первое. Первый момент. Что послужило причиной расставания. А второй момент. Уверены ли вы в том, да, что, ну, например, если вы сойдетесь, так? Допустим. А уверены ли вы в том, что, что ваша проблема разрешится в таком случае? Если вы будете вместе снова. Вот. Это, на мой взгляд, очень важный аспект. Потому что, потому что, потому что, ну, вы расстались. Расстались вы из-за чего-то. Это что-то, оно никуда не ушло, не ушло. Дальше. Два месяца назад он показывал, что любит меня и предлагал быть вместе, но я отказался. Как он показывал, что любит вас? Это первое. Первый момент. Как он показывал, что любит вас? И по какой причине вы отказались с ним быть вместе? То есть, ну, вот, вы описываете эту ситуацию как, как такую, что он вам снится. Вот. Вы описываете ситуацию как такую, что вы говорите. Кто очень сильно его любите. И, тем не менее, вы отказываетесь с ним вступать в отношения. Ну, не иначе как, на мой взгляд, вы что-то подозреваете. Вот. По-видимому. Ну, судя по тому, что вы описываете. Вот. Не иначе как вы что-то подозреваете. То есть, это может быть какая-то проблема с доверием человеку. То есть, вот, сложно вам, к примеру, ему доверять. Ну, может быть, боитесь чего-то. То есть, вот это вот то, что хотелось бы понять. Если есть какая-то сложность, то в чем она заключается для вас. Это сложно. Что она из себя представляет. Так, у нас не был разговор, мы спрашивали друг у друга, были ли кто-то у меня, у него. Вот это основание. А зачем? Ну, в смысле, вот, спрашивали-то зачем? Почему это важно? Если люди друг друга любят. Ну, как-то заинтересованы, да? В том, чтобы, например, быть вместе. Вот. Почему важно? То, были ли, ну, были ли в кемпе? Ну, они. Это вот то, что меня интересует. И интересует, надо сказать, довольно, ну, довольно сильно интересует. Потому что вы говорите о любви, но здесь вы как будто больше про то, что человек должен быть вашим. Как будто бы. Вот. Должен, должен принадлежать вам. Как будто бы. И это является проблемой. Потому что это уже не совсем про любовь. Так. Дальше. Значит. Через некоторое время я начал говорить, что любит другую. Мир остался. Здесь хронология немножко теряется. Вот. Очень, ну, довольно сильно теряется хронология. Вот. Потому что не совсем понятно, когда был разговор. Да. Не совсем понятно, после чего именно вы расстались. Вот. И тут, конечно, вот желательно бы как-то немножечко вот это рассмотреть более, ну, более детально, что ли. Так я бы сказал. Ну, хотя бы просто вот хронологию хотя бы, хотя бы хронологию более полно увидеть. Вот. А то мало чего понятно, исходя из вашего текста. Вот. А хронология, как вы понимаете, очень важна. Вот. Если мы хотим вам, ну, оказать помощь. Если мы хотим вам помочь. Вот. Понимаете, да? Поэтому более подробно здесь желательно, чтобы вы описали ситуацию. Мы расстались 14 июня, 25-го он с ней познакомился. Так. А. Знаете, то есть вот запутался. Вы говорите, что он вам два месяца назад предлагал быть вместе. Как-то у вас был разговор, был ли кто-то после расставания. Вот. И вы пишите, что мы расстались 14 июня, 25-го он с ней познакомился. Не совсем понятно, кто с чем и так далее. Дальше. Я еще оправдание. Думаю, что он верил. Ну, вот здесь вы говорите на самом деле про что? Здесь вы говорите про свою потребность. Вот про что вы говорите. То есть вот эта история именно про вашу потребность. Вот. Он мне нужен. Как бы. Говорите вы. Он мне нужен. Ну, человек. Вопрос. Заключается в том, что именно вам нужно. То есть, ну вот, в чем конкретно вы нуждаетесь. То, что вы нуждаетесь в чем-то, в нем. Это факт. На мой взгляд. Бесспорный. Вот. Но нужно. Конечно. С этим более детально разобраться. как минимум. Вот. Потому что. Потому что. Потому что. это зависит. Ну вот. По сути то, как. Будет. Складываться ваша. Дальнейшая жизнь. Ну вот. Либо самой по себе. Да. Либо с мужчиной. Дальше. Как забыть. Как перестать думать о нем. А. Преследовать. В данном случае. А. Засчет. Своей потребности. А. Ну. Как бы изучить их. Вот. То есть. Посмотреть. Что они из себя представляют. Вот. И понять какую. Какое. Своё. Состояние. Вы. Значит. Стараетесь. За счет. Человека. Получить. Компенсировать. И так далее. Вот. И это будет ключик. К тому. Чтобы его не забывать. Там еще то. Забывать. Никого не нужно. Никого не нужно. Вот. Если вы. Ну. Если вы помните. Об этом. Если вы. Ну. Как то вот. Ну. Как то вот. Думайте об этом. Значит. Вам это нужно. Значит. Вы нуждаетесь в этом. Значит. Таковы ваши потребности. Скажем. Прямо. Вот. И наша задача. Понять. Что это за потребности. Вот. Что они из себя. Эти. Потребности. Представляют. А не пытаться. Как как то это. Подавить. Вот. Не пытаться как то это. Ну, избавиться от этого. Дальше. Как перестать искать самооправдание, а для чего вы ищите самооправдание? Что будет, если перестанете искать? Вот, как представить, заходить именно на страницу и в гости смотреть, когда в сети было что у него нового. Я думаю, что это история про то, что у вас так получается сейчас, что ваша жизнь вам менее, менее интересна. Чем его. То есть, как бы получается, что он для вас важнее. И вот, как бы это ключевой момент, ну, по крайней мере, один из ключевых моментов. то вы своей жизни не видите, а видите только его, только его жизнь. И естественно, что вам в этой ситуации максимально больно и тяжело. Конечно. Ну, а как может быть по-другому? Я думаю, как-то вы себя очень обесцениваете здесь перед ним. И эта обесценивающая тенденция проявляется в том числе в том, что вы пытаетесь себя правдать. вот. Понимаете, да? Такая вот история. На этом, пожалуй, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам очень благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.